Пять человек в ближайшее время могут получить почетное звание «Заслуженный ветеран Сарова». Кандидатуры Галины Булатовой, Валентины Пономаревой, Светланы Тихоновой, Галины Погодиной и Зои Лобановой выдвинули ветеранские организации города и ядерного центра. Депутаты ходатайства при своении почетного звания единогласно поддержали и отправили вопрос на думскую сессию. Также на комитете обсудили строительство двух садов в городе. Одно дошкольное учреждение планируют построить в 21 микрорайоне. Проектно-сметная документация на него есть. Стоимость объекта порядка 380 миллионов рублей. Если сделать индексацию на этот год, это еще как минимум 5%. Что касается детского сада в 22 микрорайоне, там подрядчик не справился, не сделал фактически. Решается вопрос о расторжении с ним. Но мы предварительно оценивая ситуацию и параметры земельного участка выезжали в Нижний Новгород на типовые детские сады, которые были построены по численности 120-140 человек. То есть как проектно там примерно и нужно. Есть типовой проект, недорогой. Вполне возможно приземлить его в наши условия. Напомним, вопрос со строительством детских садов в 21-22 микрорайоне тянется уже несколько лет. Без областной поддержки город не может найти финансирование. За лето станет ясно, можем ли мы председовать на участие в региональных программах. До 1 июня города будут направлять заявки. Однако депутаты считают, что этого недостаточно. Нужно посмотреть, сколько в бюджете на 23-й год на сады выделено. Примерно подумать, что на 24-й год будет то же самое, плюс-минус. Ехать к конкретному чиновнику, который принимает решение, и с ним разговаривать, чтобы было понимать. Мы должны понимать, и вы должны понимать, представление иметь. Даже если они говорят нет, хорошо сказать, скажите, когда да. Мы должны понимать, 25-й это год, 26-й, сколько держать там участок, как нам планировать свои софинансирования, еще что-то, те же средства на подключение, как нам с очередью быть. Ну, нужно руку на пульсе держать в каждом таком конкретном вопросе. Ногами, только ногами. Депутаты решили проработать этот вопрос и обратиться во всевозможные инстанции, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки.